Томичи продолжает участвовать в одном из крупнейших отечественных проектов современности строительстве газопровода Силы Сибири. На компрессорной станции Зейской в Амурской области почти завершены пусконаладочные работы. На самые мощные из восьми, которые будут задействованы в первой очереди магистрального газопровода, ключевого проекта восточной газовой программы «Газпрома». Уже с декабря оборудование станции позволит обеспечивать бесперебойные поставки газа из Якутии в Китай. Почти год назад эта газокомпрессорная станция вблизи города Свободный была построена только наполовину. Сейчас ее готовность составляет 99%. Чтобы достичь этих цифр, здесь трудились порядка 700 человек. Все оборудование уже подключили к энергоснабжению. Это три газоперекачивающих агрегата мощностью по 32 мегаватта, еще два по 16. Энергоснабжение предусмотрено от внешних поставщиков ДРСК. В случае перебоев с поставкой электроэнергии за периметра включаются аварийные дизельные электростанции, вырабатывают электроэнергию и через КТП подаются на основные агрегаты. Это первая компрессорная станция из трех, что будут построены на территории Амурской области. Станции необходимы для того, чтобы создавать в трубе нужное давление газа и обеспечить необходимые параметры его транспортировки до потребителя Китайской Народной Республики. Полностью будет автоматизирована работа всей станции, всех агрегатов, всех клапанов, задвижек. Это будет все выходить на автоматизированное рабочее место операторов, которые будут следить за всеми системами работы станции. Это электроэнергия, это киповское оборудование, это маслосистема. Сейчас на станции проводятся пусконаладочные работы, готовятся к приему газа. Объемы транспортировки достигнут 38 миллиардов кубометров в год. Газ будет идти не только на экспорт. Благодаря силе Сибири газифицируют многие населенные пункты Дальнего Востока России. Алена Маушева, Дарья Сосновская, Вести, Томск.